как обычно мы начинаем с разбора некоторых домашних задач первое я напомню нас еще в теории гильбертовых пространств осталась задачка вычислить с помощью равенства просевали вот такой ряд вопрос там есть много разных способов они в общем-то большинство опираются на метод фурье можно просто функцию разложить в ряд фурье вычислить ее значение в точке ну а вот я давал задачку посмотреть на этот ряд с помощью равенства просевали значит что вы учитывать с помощью равенства просевали это что означает мы должны взять какой-то гильбертово пространство давайте возьмем и 2 от минус пи до пи взять там какой-нибудь базис но я взял симметричный отрезок поэтому как раз здесь все таки нам будет удобнее работать системы синусов и косинусов они экспонент значит базис будет 1 делить на корень из 2 пи потом 1 делить на корень из пи косинус н икс и 1 делить на корень из пи синус н икс где н натуральный натуральное число дальше надо придумать функцию придумать функцию так чтобы ее коэффициенты фурье ну напоминали что-то типа 1 делить на 1 но с точностью до множителя с точностью до множителя ну рукой скоро я выбрал симметричный отрезок то давайте возьмем функции нечетно возьмем функцию f от x равная x и разложим ее в ряд по системе синусов и косинусов значит f у нас будет равняться ряд c нт и ент и ент и это вот эти вот функции ну и поскольку функцию у меня нечетно это понятно что по константе и по косинусу коэффициенты фурье будут равны нулю значит надо только рассматривать коэффициенты фурье по синусам ряда n от единички до бесконечности и c нт это наше f с 1 делить на корень из пи синус н икс а тут синус нкс так ну да это надо просто вычислить центы и вычислить норму я напомню с помощью равенства парсиваля это означает что мы хотим все равенство парсиваля означает что мы все хотим свести вот такому соотношению модуль центы в квадрате ну и начнем центы центы определения вот она у нас здесь центы равняется 1 делить на корень из пи интеграл от минус пи до пи x синус м x dx ну дальше естественно придется вычислять этот интеграл стандартная техника берем по частям на самом деле то есть я запишу как минус 1 делить на корень из пи 1 нт интеграл интеграл от минус минус 1 делить на корень из пи 1 нт интеграл от минус пи до пи xd косинус nx значит знак я учел 1 нт я учел равняется минус 1 делить на корень из пи 1 нт x косинус nx в пределах от минус пи до пи плюс интеграл 1 нт минус пи и дифференцируем x остается просто косинус nx dx и этот интеграл можно не вычислять потому что он равен нулю потому что у нас периодическая функция кость у нас по полному периоду берется тригонометрической функции будет давать 0 вот осталось просто посчитать в ней интегральный член что он будет равняться в точке пи у нас косинус пи n в минус пи косинус минус пи н учетная функция будет давать одно и то же значение минус 1 степень n за счет смена знаку x а коэффициент удвоится соответственно мы будем получать минус 1 в степени n плюс 1 пи это x корень из пи n вот наши центры вот наши центры ну еще не забудьте потом еще мы вычитаем соответственно оно удвоится соответственно еще точно такую же слагаемую она поэтому удвоится так и теперь осталось норму функции посчитать в l2 значит норму функции в квадрате это интеграл от x квадрат dx на отрезке от минус пи до пи и это равняется соответственно одна треть потом мы это удвоим потому что отрезок симметричный и будет пи в кубе и кубе ну вот теперь давайте напишем равенство просевали вот это уже с конкретными числами и так 2 и в кубе на 3 равняется сумма давайте все константы которые можно вытащить вытащим наружу что у нас ну во-первых мы по модулю берем поэтому вот это минус единичка вообще ни на что не влияет дальше у вас будет вот это пи делить на корень из пи это корень из пи соответственно сюда вылезет 4 пи и 1 делить на м квадрат как раз возник наш ряд ну и теперь мы на 4 пи делим и получаем стандартный классический ответ видно что мы с вами нигде не ошиблись это будет пи в квадрате 9 на 6 пи в квадрате 9 на 6 это по-моему одна из задачи которая оставалась с теории гильбертовых пространств дальше у нас были задачки посвященные уже компактным множеством давайте из них часть разберем часть из них разберем значит была задача о том что в 2 в 2 маленьком множеством которая задавала бесконечно мерный параллелепипед это значит соответственно все функции все последовательности из l2 маленького все последовательности из l2 маленького такие что сумма x катая в квадрате можно взять по модулю тогда квадрат сюда на а катая в квадрате меньше либо равно единички и к от единички до бесконечности это множество предкомпактно тогда и только когда когда последовательность окатах лежит цисновик то есть предел равен нулю ну давайте действительно покажем что это так значит в первую сторону давайте сначала я покажу что если сходятся к нулю вот это для этого просто напишем определение сходимости к нулю оката лежит цисновиком это означает что у нас предел окатах равен нулю то есть для любого эпизона больше нуля существует n зависящий в данном случае от эпизона последовательность у нас одна фиксированная такие такая что для любого n больше либо равного n а катая по модулю меньше чем ну а мы в прошлый раз с вами получали ну вернее так я напоминал критерий предкомпактности в lp а на самом деле даже мы их получали в lp маленьких этот критерий надо показать что множество ограничено надо показать что хвосты ряда у вас равномерно оценивается так ну давайте с ограниченности начнем значит ограниченность множество ограниченности раз последовательность оката и стремится к нулю то у нас существует максимум 0 окатах давайте назовем это максимум по всем к больше 1 означает что все окаты у вас меньше либо равны а тогда что мы можем писать чутка от единички до бесконечности нам надо оценивать именно норму квадрате что я сделаю я поделю на окаты в квадрате и умножу на окаты в квадрате то есть сведу к тому виду которая нам да вот дальше что мы с вами скажем мы скажем что все окаты в квадрате меньше либо равно а нас это максимум значит мы тут же получаем что это меньше либо равняется в квадрате и умножить на вот этот ряд и x катая в квадрате а катая в квадрате ну а дальше по условию у нас эллипсоид это меньше либо равно 1 и вот мы получаем что для любого x а x квадрате меньше либо равняется а в квадрате то есть это ограниченность для любого x из m на самом деле равномерная малость хвостов получается точно так же мы начнем действовать с таким же рядом но суммировать его начнем вот с этого энд хвостика то есть к равняется n до бесконечности x катая в квадрате сделаем то же самое домножим поделим на окаты в квадрате что у вас будет их с катая в квадрате на окаты в квадрате и умножаем на окатой в квадрате но к начинается сен до бесконечности но теперь мои вот эти вот окаты которые раньше мы оценивали константы теперь мы оцениваем эпселом. Значит, это меньше либо равняется эпселом в квадрате. Вот это мы вынесли. А дальше у вас опять остался тот же ряд, который задавал наш эллипсоид. Акатая в квадрате. Кад единички бесконечности. Вот это опять меньше либо равно единички. И мы получили с вами, что для любого x из m выполнена следующая сумма. xкатая в квадрате меньше либо равняется эпселом в квадрате, коль скоро мы суммируем, начиная с n-того индекса. Ну, а это и есть в точности критерий предкомпактности множества в Y2, в частности. В одну сторону мы с вами показали. Теперь в обратную сторону. Почему, если множество предкомпактно, то последовательность Акат экстренит к нулю. Так, второе. Давайте попробуем от противного показать. Пусть последовательность Акатая не стремится к нулю. Пусть. Что это означает? Это означает, что у вас существует эпселом больше нуля, существует подпоследовательность индексов Нкаты, уходящие на бесконечности, такие, что модуль АНкаты у вас больше либо равен эпселом. То есть на какой-то бесконечной подпоследовательности индексов мы к нулю не подходим, отделены от нуля. А тогда легко указать последовательность х, лежащих вот в этом множестве. Давайте я их обзору вот так. Вот Хкаты с индексом наверху. Выглядят они очень просто. Всюду нули. А на Нкатом месте, индекс ровно Нкаты, вот там, где вот это вот меньше эпселом, я поставлю ровно АНкаты. Тогда легко понять, что этот элемент, если сюда подставить, то в точности все слагаемые ушли, кроме одного, а отношение слагаемых по индексе, равном Нкаты, это просто единичка. То есть действительно этот элемент лежит в М. А теперь давайте попробуем посмотреть расстояние между двумя элементами с разными индексами. К не равно Н, Хкаты минус Хэльта. Легко понять, что это есть корень квадратный из АНкаты в квадрате плюс АНэльта в квадрате. Каждый из них больше равно Эпселом, значит, это больше либо равняется корень квадратный из двух умножить на Эпселом. В Эпселом есть фиксированное число. Соответственно, это не стремится к нулю. И, соответственно, из такой последовательности мы не можем выбрать фундаментальную. Нельзя выбрать фундаментальную. Фундаментальную подпоследовательность. А это противоречит определению предкомпактности. Если любой предкомпактный, то уже заведомо можно выделить фундаментальный в полном пространстве или П-полном пространстве. Это противоречит. Значит, наше предположение о том, что АКаты не стремятся к нулю, оно неверно. Так, следующая задачка у нас была про некий набор множеств уже в пространстве ЦАБ на применение теоремы Арцелоасколя. Значит, у нас третья задачка была. В пространстве ЦАБ последовательно давали множество. Значит, множество М1 было таким. Стоялось функции класса Ц1. У нас все они были из класса Ц1. Такие, что у вас Ф от А по модулю меньше одной константы. Ц1 внизу это константа. И производные ограничены в смысле L1. Меньше либо равняется Ц2. Значит, константы Ц1 и Ц2 общие для всего множества М1. Для всех функций Ц1 и Ц2, я напоминаю, они были общие для этого множества. Значит, надо было исследовать это множество на предкомпактность. Вот. Я в прошлый раз, мы с вами разбирали задачку о том, что набор функций Tn, n равна от единички до бесконечности, не предкомпактное множество в Ц0.1. Потому что оно не является равностепенно непрерывным. Давайте просто вот это множество проверим для пространства, как бы вот эту задачку для А и Б равных 0.1. Давайте, для А и Б равных 0.1. Значит, у нас ФНТ, это и есть T в степени n. Значит, легко заметить, что ФНТ в нуле это функция все равны нулю. Они ограничены. Действительно, есть общая константа. Есть общая константа. Второе условие. Производная ФНТ штрих модуль можно не ставить, потому что функции все у вас монотонные, они строго возрастающие на самом деле. Поэтому производная положительна и на 0.1. По формуле Лейбинца это просто-напросто ФНТ от единички минус ФНТ от нуля. Это равняется единичке. И опять-таки есть общая константа. Значит, вот этот набор функций удовлетворяет требованиям на класс М1, но при этом не предкомпактно. Значит, множество М1 не предкомпактно. Думать о том, что отрезок АБ что-то исправит, не обязательно. Я сделал все на отрезке 0.1, но можно афинным преобразованием. Если вы хотите на отрезок АБ все перетянуть, то вы можете рассмотреть класс функций, в который превращается вот это. Это просто будет Т минус А делить на Б минус А и все в степени n. Вот такой набор функций. Рассмотрите, все будет у вас то же самое. Это просто замена переменных, которые перетягивают этот набор функций на отрезок АБ. Поэтому это не предкомпактное множество. Это был у нас пункт А. В пункте В у нас было множество М2, такое же как М1, но только производные были ограничены в смысле L2. Значит, функции все равно непрерывно дифференцируемые, но при этом у вас f от А меньше либо равняется c1 для всех f, констант c1 общий. И интеграл от А до В, f' в квадрате dt, меньше либо равняется какой-то тоже универсальный для всех функций f из множества m2, констант c2. Значит, наша задача была определить, является ли это множество предкомпактом в cb. Вот наше множество, я напоминаю, исходное cb. Так, давайте вспоминать теорему Арцелла Асколия. Множество должно быть ограниченным и равностепенно непрерывным. Давайте начнем с ограниченности. Так, f от x минус f от А по теореме по форме Ньютона-Лейбинца для непрерывно дифференцируемого функции, это есть функция, выражая, то есть это есть просто интеграл f' от t dt. Тогда я могу оценить модуль f от x, перенеся f от А направо, меньше либо равняется модуль f от А, плюс интеграл от А до В, модуль f' от t до t. Значит, я модуль занес внутрь интеграла и расписал по неравенству треугольника еще отдельно модуль значения в точке и отдельно интеграл от модуля производника. Так, f от А у нас оцениваются универсальные константы, а к этому интегралу я применяю неравенство Кашибиняковского. Значит, это меньше либо равняется c1, плюс корень квадратный, ну давайте сначала я так напишу f' от t в квадрате dt и одна вторая по интегралу А до В, и умножить на интеграл от А до В, ну, единичка dt. Вот это вот, вторая функция, это единичка, можно ее здесь подставить, 1 умножить, в квадрате она дает то же самое, и здесь еще получается степень 1, 2. Это у нас опять-таки оценивается константой c2, итого мы получаем, что у вас функция оценивается константами, которые не зависят от функции. Вот, и это можно написать для любой f из m2. Видно, что правая часть от икса не зависит, теперь вы можете взять максимум по всем иксам. Максимум по всем иксам f от x, а это даст норму функции в c, а, b. Это меньше либо равняется той же самой константы. c1 плюс корень с c2, корень с b минус а. Значит, наше множество ограничено. Теперь осталось проверить равностепенную непрорывность. Теперь осталось проверить равностепенную непрорывность этого семейства. Ну, соответственно, берем близкие точки x и y, насколько близкие, уточним по ходу дела, когда оценки будем выписывать. Значит, нам надо показать, что f от x минус f от y можно сделать, сколько угодно, маленьким, варьирую x и y. Опять пишем формулу Ньютон-Лейбинсом от y до x. Дальше загоняем модуль внутрь, и поскольку я не знаю, кто левее, кто правее, x или y, я все это могу все равно... модуль снаружи я оставляю, чтобы не было вопросов о знаках интеграла. От y до x. А теперь применяем Кашибуниковского, опять-таки, вот как вот в этом месте. Неравенность Кашибуниковского к этому интегралу. Значит, не превосходит модуль интеграла от f' от t в квадрате dt. От y до x. Модуль заправили, одна, вторая. Умножить на корень квадратный из модуль x минус y. Дальше пользуемся тем, что производная ограничена в смысле l2, значит, это меньше, чем равняется корень из c2 и корень из модуль x минус y. Ну, а теперь, если модуль x минус y меньше, чем дельта, то мы получаем, что f от x минус f от y меньше или равняется корень из c2 на корень из дельта. Если мы хотим, чтобы это было меньше, чем эпсилон, меньше, чем эпсилон, то мы получаем оценку, что это при дельте меньше, чем эпсилон квадрат на c2. Значит, наше семейство равностепенно непрерывное. Значит, пятиоремерцелла осколи M2 предкомпактна. Ну и следующее множество было, как его иногда называют, функциональный эллипсоид в этом пространстве. Потому что как бы там две полуоси, функция производная, я напомню сейчас, это пункт V. Значит, пункт V у нас множество M3. Все функции класса C1 на отрезке AB такие, что интеграл от модуля функции в квадрате плюс модуль производной в квадрате dx меньше либо равен какой-то константы C. Тут она одна константа, тут нет ограничений по значению в точке. Вот, но давайте покажем, что множество M3 всегда содержится в каком-то множестве M2 с какими-то новыми константами. Вот если мы это покажем, то тогда будет следовать, что M3 предкомпактное множество, потому что под множество предкомпактного множества является предкомпактным. Вот. Ну а M2, я напоминаю, у нас там были задания, у нас ограничение функции в точке, в точке A и ограничение производных в смысле L2. Но ограничение производных в смысле L2 тут уже написано. Значит, из этого соотношения заведомо сразу следует, что у вас только производное, если взять dx, оно меньше либо равняется C. Значит, у вас заведомо выполнена часть условия на множество M2. У вас производное ограничено в смысле L2. Ну а теперь осталось только значение в точке получить. Так, ну давайте сделаем это так. Значит, я напомню, опять-таки, основу для наших сейчас вычислений. Это будет у нас формула на лейтнице, да? Вот. Нам надо оценить вот это вот. f от А. Нам надо оценить f от А. Тогда мы точно сведем к f2. Значит, f от А у вас равняется f от x минус интеграл от А до x f штрих от t, пока без модуля, dt. Теперь по модулю начинаем писать. Теперь по модулю начинаем писать. Значит, модуль f от А у вас не превосходит модуля f от x плюс интеграл от А до x. И тут модуль внутрь внесем f штрих от t dt. Дальше мы увеличим вот интеграл от А до b. Это только не уменьшит заведомо наше неравенство. Плюс интеграл от А до b. f штрих от t dt. А теперь давайте проинтегрируем это неравенство по отрезку А, b. Вот. У нас вот эта константа. Мы проинтегрируем по x. Возьмем интеграл по dx. Вот от этого всего неравенство. Значит, что у нас получается? b минус А возникнет слева на f от А. Меньше либо равняется. Неравенство останется. Вот здесь возникнет интеграл от модуля f от x от А до b до x. Плюс здесь, опять-таки, тут уже интеграл взят по всему отрезку. Это констант, поэтому он просто умножится на b минус А. Значит, b минус А. Интеграл от А до b, f штрих от t до t. Так, ну, теперь можно переписать интеграл, во-первых, всех по одной перемене для единообразия. Это раз. А, во-вторых, каждому из этих полученных интегралов, возникших интегралов, вот этих, применяем, опять не равенство к ошибке. Значит, меньше либо равняется. Ну, как бы, дописываем везде единичку. Один умножить, здесь один умножить. Значит, одна функция, тоже здесь это единичка, другая модуль функции f от x, а здесь единичка и модуль производной функции. Значит, не превосходит корни из b минус А на интеграл от А до b, f от x в квадрате dx, одна вторая. А плюс b минус А, это вот это, потом от неравенства Кашибанниковского еще будет корень b минус А, и еще появится f штрих. Давайте вместо t я напишу x, dx и одна вторая, как раз, по неравенству Кашибанниковского, интеграл от А до b. Вот, ну, и теперь, пользуясь условием М3, каждый из интегралов у вас оценивается константой c. Значит, вот это меньше либо равняется c в квадрате, и вот это, только не c в квадрате, а корень из c, и вот это тоже меньше либо равняется корень из c. И на b минус А я могу поделить, значит, f от А, у меня не превосходит корень из c, делить на корень из b минус А, плюс корень из b минус А, вот это сокращается, умножить на корень из c. Все, значит, и вот эти константы уже никак не зависят от функции f, и, соответственно, мы показали, что М3, М3 у вас некое по множеству М2, поэтому это множество предкомпактное. Поэтому это множество предкомпактное. Так, ну, я думаю, на этом мы разбор домашний закончим, и перейдем к новой теме. Линейные операторы и функционалы в нормированных пространствах. Ну, и дальше мы будем изучать именно только линейные операторы. Можно говорить, что линейное отображение, это все синонимы. Значит, давайте я напомню общую определину. Сначала чтобы понять, с чем мы сейчас будем работать. Значит, определение такое. Пусть у вас x и y линейные пространства под одним полем. К, значит, это либо r, либо c, стандарты нашей практики. И как в линейной алгебре привыкли матрицы обозначать большими латинскими буквами, я также буду обозначать отображение. Отображение x в y, это линейный оператор. Линейный оператор. Если для любых альфа, бета из поля, для любых x1, x2, лежащих в пространстве x, значение на линейной комбинации можно вычислить как линейную комбинацию значений. Значит, альфа а x1 плюс бета а x2. И здесь я хочу подчеркнуть некую такую особенность обозначений. Если мы хотим подействовать оператором отображения на линейную комбинацию, мы, конечно, обычно берем скобки. А когда оператор действует на один вектор, то скобки обычно не пишут по аналогии с матричным умножением. То есть вот эта вот запись а x, это по... Можно, конечно, сказать, что это оператор а действует на x. Но так обычно не пишут. Оставляет вот такое обозначение. По аналогии, повторяю, с матричным умножением матрицы на вектор столбец. Скобки пишем только, если вот хотим подчеркнуть, либо на линейную комбинацию, либо просто явно еще хотим как-то это выразить, что именно на один отдельный конкретный вектор. Ну, как бы просто линейные операторы изучались в основном в линейной алгебре, хотя там все обычно было конечномерно. Но я напоминаю нас, что у нас пространства не только линейные, но и нормированные. Вот теперь пусть x, y нормированные пространства над одним полем. Нормированное пространство над одним полем. Наличие норм в каждом из пространств позволяет рассмотреть понятие нормы оператора. Что такое у нас будет норма оператора? Норма оператора А это вот такая величина. Значит, обозначать мы будем, как обычно, супремум. Отношение Ах делить на норму х и супремум надо взять по всем хам, не равным 0. Значит, если x не равен 0, то в знаменателе у вас не 0, в знаменателе не 0. И выражение справа определено, у меня имеем право брать супремум. Значит, я хочу подчеркнуть, что здесь написано сейчас 3 значка нормы, они все в разных пространствах. Но когда люди, вычисляющие нормы, понимают, что происходит, то понятно, можно большие индексы не писать, потому что если сейчас четко написать, кто где, то вот эта вот норма в пространстве x большом, вот эта норма в пространстве, в пространстве y, а вот это нормы оператора, действующие из пространства x, пространства y. Можно вот так это подписать. Ну вот каждый раз, конечно, писать такое не хочется, очень громоздкие выражения получаются. Вот, поэтому их будем опускать, и по смыслу понятно, где какая норма берется. Соответственно, появляется много задач по вычислению нормы. Вот эта формула не самая удобная, повторяю. Вот, ну, значит, немножко надо сказать, почему это действительно норма, но это несложно проверяется. Очевидно, что этот объект у вас не отрицательный, потому что это отношение двух неотрицательных величин. Очевидно, он равен нулю только тогда, когда у вас для всех x, а x равняется нулю. Такой оператор, естественно, будем называть нулевым. Значит, нулевой оператор, это который все пространство x переводит в маленький вот ноль, который в пространстве y. Вот если у вас все x равны нулю, то действительно нулевой оператор. Ну, так только в этом случае у вас все примерно будет равняться нулю. Если найдется хотя бы один вектор, на котором а x не ноль, то понятно, что это уже будет не нулевое значение. Ну, а неравенство треугольника выполнено для нормы оператора, потому что у вас есть неравенство треугольника для числителя, для числителя, вот, для a плюс b. Ну и понятно, что у вас на, во-первых, можно рассматривать вот такие пространства, l, x, y, давайте я буду называть, это все линейные операторы, действующие из x в y. Ну и понятно, мы имеем, конечно, пространство над одним полем. А дальше мы дадим определение ограниченности оператора. Оператор a ограничен. Оператор a, лежащий в классе всех линейных операторов, действующих из x и y, ограничен, если его норма конечна. и слева норма конечна. Вот. То есть появляется очень важный класс ограниченных операторов. Значит, все ограниченные операторы будем обозначать буквы b, bound, значит, все ограниченные операторы действующие, из x в y. Так, на самом деле, это обозначение, вернее, так, эта формула, я уже говорил, она не очень удобна. Бывает удобнее воспользоваться другими формулами для нормы. Почему не очень удобно? Ну вот будет очень много задач по вычислению нормы операторов. Чтобы вычислять норму операторов, значит, что вам надо знать? Вам надо знать, как действует оператор, значит, надо подставлять его действия. Это раз. Во-вторых, надо сюда вот писать громоздкие, вообще говоря, ну вот интегральные нормы, например, если мы работаем в пространстве, функции с интегральными нормами, а может и с супремальными, ну тогда у вас тут просто получается выражение для норм в соответствующих пространствах. Надо находить отношения, надо считать супремум, это не очень удобно на самом деле. Значит, доказывается следующее, значит, такое утверждение, полезное, что норма оператора на самом деле, вот этого, да, можно переписать как супремум ах на х, это по определению, она равняется, здесь супремум по всем х, не равных 0, но можно брать, оказывается, супремум по единичной сфере, и тогда можно не делить, легко проверить, что вот действительно при норме х равном единичке, вот это соотношение превращается вот в это. И можно брать еще супремум по шарику. Вот эти две формулы, они более удобны, ну, легко видеть, что просто хотя бы нет знаменателя, хотя бы нет знаменателя. Вот. Их можно еще сделать полезное замечание, что для любого х норма ах меньше либо равняется норма а умножить на норму х. Вот. Это так называемый мультипликативное неравенство для нормы. Потому что вот видно, что норма – это наибольшие коэффициенты растяжения. Да? Это наибольшие коэффициенты растяжения. Если посмотрим на определение нормы, что мы можем сказать? Это супремум. А значит, для произвольного вектора ах, вот это, если мы поделим на х, это будет меньше либо равняется норма. Ну, вот дальше домножаем, получаем вот то соотношение. Единственное, когда мы пишем вот такое соотношение, мы это пишем для ненулевого вектора х. А для нулевого вектора х тут, очевидно, здесь ноль и здесь ноль. Поэтому на самом деле это верно для любого вектора х. Чем удобно мультипликативное неравенство для нормы? Оно на самом деле лежит в основе такого, скажем, ленивого вычисления нормы. Как можно вычислять норму, пользуясь мультипликативным неравенством? Вы начинаете писать какую-то оценку, норма ах. Дальше начинаете применять какие-нибудь классические неравенства, например, к интегралам, к суммам. Все зависит от того, в каком пространстве работает ваш оператор. Вы применяете классические неравенства и должны на выходе получить оценку с какая-то константа с умножить на норму х. На самом деле можно показывать, что точно нижняя границ этих всех констанций она тоже совпадает с нормой. Вот если вы такую цепочку неравенство провели, то, во-первых, вы сразу показали, что ваш оператор ограничен. Значит, оператор а ограничен. Что у вас норма а заведомо не превосходит с. А дальше, на самом деле, ну, скажем так, если вы вот в этом месте, где я поставил многоточие, неравенство проводите достаточно тонко, а большинство задач, оно действительно таково, что грубой оценки не получается, если очень нормально делать. То есть в 90% задач, 90% задач, вот это число, которое вот здесь возникает, оно и будет ответом. То есть для достаточно узкий класс задач действительно не позволяет получить точные оценки. А чтобы доказывать, что норма равняется c, что надо делать? Вот, либо вы предъявляете один из вектор, значит, пункт первый, что можно сделать? Существует вектор x, такой, что норма вектора равна одному, и норма x равняется c. Тогда вы точно можете утверждать, что норма а равняется c. Либо второе, ну, это просто означает, что вот этот супремум, или вот этот вот супремум, он на самом деле максимум. А второй вариант, либо существует последовательность, эксцентах, таких, что эксценты равны единичке, и а, примененная к эксцентам, снизу, потому что это максимальная оценка, снизу стремится к c. Тогда, если вы такую последовательность предъявляете, вы тоже можете показать, то есть то, что тогда можно утверждать, что норма оператора совпадает с этим цель. Ну, давайте просто опять-таки начнем смотреть примеры. Первые совсем простые примеры. Я сразу буду стараться для оператора вводить некоторые обозначения, чтобы их в наших семинарах по много раз не описывать. Итак, давайте посмотрим в пространство L2 маленькое. Л2 маленькое, два оператора. Оператор сдвига влево и оператор сдвига вправо. А с индексом R это вправо и А с индексом L это влево. Значит, что же это за операторы? Я напомню, что в L2 у нас вот индексация этих последовательностей начинается с единички. Вот оператор, сдвига вправо, берет всю эту последовательность, как единое целое, и сдвигает направо, на первое место ставит нолик. А последователь, сдвига влево, соответственно, берет всю эту бесконечную последовательность и сдвигает влево. Вопрос, что происходит с первой координатой? Вот она пропадает. Она уходит за скобочку, ее больше мы не видим. Вот задача найти норму этих операторов. Задача найти норму этих операторов в этом пространстве L2. Значит, во-первых, легко заметить, давайте для оператора, сдвига вправо, что для любого вектора x вы просто добавляете нулевую координату, поэтому для сдвига вправо все очень просто. Норма никакого вектора у вас не меняется. Норма оператора А, примененная к x, равняется норме x. Соответственно, сразу же делаем вывод, что норма оператора R равна единичке. Так, норма оператора сдвига влево. Легко понять, что у вас первый координат пропал, значит, у вас нету слагаемого отвечающего первой координате, поэтому никогда не превосходит норма x. Значит, отсюда мы делаем вывод, что норма оператора не превосходит единички. Ну, давайте сразу просто подберем вектор. Если я укажу вектор базистый, например, е2, е2, который выглядел вот так, вот 0, 1, 0, то оператор, сдвига влево, примененный к е2, дает вектор е1, которого норма тоже равна единичке. Значит, норма, у вас существует вектор, длина нормы, которого равна единичке, значит, норма оператора сдвига влево к е2 равняется единичке и равняется норме е2. То есть она не меняется. Есть вектора, для которых норма не меняется. Отсюда тоже мы делаем вывод, что оператор сдвига влево имеет единичную норму. Единит единичную норму. Так, дальше давайте еще один пример посмотрим. В том же самом е2, чтобы далеко не ходить, я возьму последовательность альфа. альфа-1, альфа-2, альфа-энтэ, лежащие в l-бесконечности. То есть в супремум альфа-катах меньше бесконечности по всем индексам k. И оператор а с индексом альфа, это так называемый оператор умножения, соответственно, каждую координату вектора умножают на соответствующий элемент последовательности альфа. Задачка найти норму оператора. Ну и давайте, опираясь на эту цепочку, начнем писать. И поскольку у нас l2, то иногда, а вернее часто, можно оценивать норму в квадрате. Чтобы не писать корни квадратные, значит, по определению это у нас сумма альфа-энтэ, х-энтэ в квадрате и от единички до бесконечности. Дальше я должен что-то с этим выражением сделать, чтобы у меня появлялась всегда отдельно норма икса. Всегда норму элемента надо как-то вот с помощью неравенства выбивать из этих выражений. Ну, здесь я не вижу никакого способа, как просто вытащить супремум модуль альфа-энтэ, супремум заведомо можно вытащить, в квадрате, конечно же, по всем индексам, а тогда у вас тут останется норма x-энтэ. То есть, вот это можно переписать как норму последовательности альфа-энтэ в л-бесконечности в квадрате на норму x в квадрате в л-2. И тогда у вас, соответственно, на основе вот этих цепочек равенств-неравенств можно сделать предположение, что нормы мне превосходят нормы последовательности альфа-энтэ в л-бесконечности. Теперь мы хотим показать что она все-таки равна этому числу как это можно сделать ну это сделать просто все зависит от того все зависит от того что вы можете сказать вот про этот супремум он достигается или нет ну давайте просто действительно по вот по этим пунктам просто подробно рассмотрим хотя это конечно делать в этой задаче не обязательно но первая ситуация первая ситуация у вас существует индекс каноликовая такой что модуль альфа каноликовая это в точности равняется норме последовательности альфа то есть вот этот вот супремум он равняется максимум на самом деле они супремум тогда я просто предъявляю вектор x у которого всюду стоят нули а на каноликовом месте у вас стоит у него норма конечно же в l2 у такого вектора равна одному а значение а альфа на x по норме это есть не что иное как модуль альфа к ноликовая и это совпадает с нормой значит в том случае когда вот этот супремум является максимум вы тут же предъявляете вектор на котором реализуется норма вторая если не пункт 1 если не пункт 1 если нет такой нет такого индекса но все равно по определению супрема значит по определению норма альфа у вас существует последовательность индексов стремящейся бесконечности таких что модуль альфа н к ты стремится к норме альфа река стремящимся бесконечности ну и тогда я беру последовательность x кат их вот здесь таких они выглядят у меня вот так вот всюду нули а на н катом месте стоит единичка это на н катом месте вот тогда норма этого элемента очевидно равна одному а норма оператора вектора полученного применением оператора к этому вектору это не что иное как просто модуль альфа н кат и и она стремится к норме альфа соответственно тут же получаем что по определению нормы по определению нормы у нас есть общая оценка всегда вот такая есть оценка для всех сверху и при этом есть последовательность векторов таких что мы сколь угодно близко к этой оценке подходим значит норм норма оператора альфа равняется норме последовательности альфа в или бесконечности давайте еще несколько примеров теперь к пространством функции давайте посмотрим значит пусть у меня функции фи непрерывная и я хочу рассмотреть оператор афи действующий на f как оператор умножения тоже как бы оператор умножения в каких пространствах можно рассматривать давайте сразу еще об обозначениях немножко скажем начну все линейные операторы из x в игрек обозначали как или такое круглый из x в игрек а все ограниченные операторы обозначали из x в игрек давайте условием что если x равняется игрек то мы не будем два раза повторять x x а будем обозначать это l от x и b когда оператор действует с одного пространства туда же значит оператор я хочу рассмотреть а в c а b то есть из c а b в c а b и b в l2 на отрезке а b один и тот же оператор умножение на непрерывную функцию рассмотрим в обоих этих пространствах хотя в l2 можно конечно умножать на более широкий класс на функции L бесконечности чтобы это был ограниченный оператор но для простоты давайте сейчас рассмотрим две ситуации значит значит то же самое посмотреть на найти норму оператора вот мы увидим что хотя ответ в пункте а и в пункте b будет одинаковый но способ его получения он разный на самом деле потому что нормы в соответствии в пространствах они разные так ну давайте с пункта а я опять всегда пользуюсь обычно вот именно вот такой техникой во первых мне это экономит время мне не надо каждый раз писать супремум значит это у нас максимум по определению максимум по всем иксом лежащих на отрезке a-b фи от х F от x дальше я пользуюсь стандартным неравенством о том что максимум произведения не превосходит произведение максимум значит это не превосходит максимум фи от х умножить на максимум модуля F от x очевидное неравенство здесь как бы максимум в одной точке тут в каждой в разных точках могут быть разные максимума они заведомо тогда уже будут не меньше чем максимум значения в одной точке. Это коротко можно написать как норма φ в cb умножить на норму f в cb. Ну вот самое главное я получил. Я выделил норму элемента в нашем пространстве. Соответственно, отсюда сразу получается неравенство, что норма оператора a φ не превосходит нормы φ в пространстве cb в пространстве непрерывных функций. Ну а на отрезке, конечно же, это будет ограниченная величина. То есть, по крайней мере, заведомо мы с вами показали, что оператор ограниченный. Ну а теперь давайте покажем, что норма действительно равняется этому выражению. Что мы сделаем? Что мы сделаем? Заметим, что по свойству непрерывной функции на отрезке у нас существует точка x ноликовая такая, что φ от x ноликовая равняется по модулю, единственно, равняется норме φ, равняется максимуму, равняется вот этому максимуму. А тогда на самом деле, что мы с вами будем делать? Давайте просто рассмотрим функцию f тождественно равна единичке. f тождественно равна единичке. Она лежит в пространстве непрерывных функций. Норма у нее в cb равна одному. И если я просто применю афи к f, посмотрю на эту функцию, то я получаю, что вот это вот выражение у меня просто превращается в максимум φ от x. Это равняется норма φ. То есть, мне даже вот эта вот идея не пригодилась. Эта идея мне сейчас не пригодилась, не понадобилось значение этой точки. Я просто сразу предъявил один элемент, то есть я вот попал вот в эту ситуацию. Я попал в эту ситуацию, я предъявил элемент такое, что норма действия оператора на этот элемент совпадает с оценкой, которую я получал при всех f. Ну отсюда, значит, я получаю вывод, что норма этого оператора, как оператора из cb в cb, это и есть норма φ в cb. Давайте посмотрим, что будет происходить в пункте b, когда мы начнем вычислять в l2. Значит, опять-таки, в l2 там, если мы помним, есть корень квадратный над интегралом в норме, поэтому я буду вычислять норму в квадрате. И опять мне надо сейчас вот с этим интегралом проделать некоторые оценки, чтобы выбить, чтобы отдельно получить норму элемента. То есть надо отдельно, чтобы у меня возник интеграл от функции f в квадрате. Но опять-таки никаких идей, кроме как максимум φ в квадрате вытащить, вроде бы тут нет. Неравенство Кашибанниковского применять бесполезно, потому что у вас будет повышаться степень у f, а сейчас у f и так степень такая, какая нужна. И здесь остается f в квадрате dx. Ну то есть получается, что это норма φ в квадрате в cb на норму f в квадрате в l2. Ну и, соответственно, я получаю, что для любой f из l2 у меня получается, что а φf не превосходит норму φ в cb умножить на норму f в l2. Отсюда делаем вывод, что норма не превосходит вот этой величины. Ну а теперь будем использовать эту идею. Я скажу, что у нас существует точка x-ноликовая, такое повторю вот здесь, что значение модуля функции совпадает с максимумом этой функции. Ну я сейчас напишу картинку, которая, нарисую картинку, которая, ну она, конечно, не всегда верна, но основная идея. Значит, я буду брать, вот если у меня точка x-ноль сидит внутри отрезка, достаточно большой n и маленькую окрестность. Значит, вот это вот x-ноликовая минус 1 n, вот это вот точка x-ноликовая плюс 1 nt. Вот на этой окрестности я буду строить функцию равная. Значит, у меня ширина окрестности, ширина окрестности у меня 2 делить на n, да, ширина окрестности 2 делить на n. Тогда функцию я буду брать корень из n пополам, вот над этой окрестности, а вне этой окрестности 0. Ну, единственное, надо модификацию писать. Если точка x-ноль совпадает с концом, то надо брать одностороннюю окрестность, соответственно, да, либо правую, либо левую. Ну, давайте для общей ситуации. Вот эта вот функция, это у меня будет f-н. Значит, зачем я беру вот такие странные значения? А потому что, если теперь посчитать норму этой функции в l2, то она будет равна 1. Мы разведем в квадрат будет n пополам, дальше я проинтегрирую по отрезку длины 2 деленное на n, это будет единичка, извлеку корень, будет единичка. Замечательно. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у меня будет происходить, если я начну применять наш оператор φ вот к этой функции. У меня интеграл превращается из отрезка ab, из интеграла по отрезку ab. У меня функция fn-то очень много, где 0. Она не 0, только в окрестности точки x-ноль. Ну, и повторяю, если x-ноль совпадает либо с левым, либо с правым концом, ну, интеграл перепишите в виде односторонних окрестностей, по интегралам по односторонней окрестности, а вне этой окрестности она равняется 2 делить на n. А здесь модуль φ от x в квадрате. Это-то никуда не девается, это я fn-то подставил. А теперь давайте посмотрим, как этот интеграл можно интерпретировать. Я вот это вот 2 делить на n перепишу сюда. Это 1 делить на n пополам. А здесь интеграл по окрестности точки x-ноликовая от функции в квадрате dx. Формально, что здесь написано? Написано интеграл по маленькой окрестности делить на длину этой окрестности. Это не что иное, как намек на применить теорему о среднем. Значит, по теореме о среднем для непрерывной функции это значение в какой-то точке, которая сидит в этой окрестности. Вот она, tn-то я здесь поставил. То есть по теореме о среднем это не что иное, как точка значения функции φ в точке tn-то и в квадрате. А дальше что мы будем делать? Мы будем n устремлять бесконечности. Если мы n устремляем бесконечности, окрестность у вас сужается, значит точка tn-то стремится к x0, tn-то у вас стремится к x0. Функция φ непрерывна, поэтому это стремится к φ от x0 в квадрате. Я модуль пишу на тот случай, даже если ваше пространство состоит из комплексно-значных функций, ничего не меняется. Значит, в итоге мы попали вот в эту ситуацию. Мы получили оценку для всех, вот она для всех f. А дальше просто, вот как в пункте 2, предъявили последовательность, норма равна 1, и мы сколь угодно точно близко к этому максимуму подходим. Значит опять мы делаем вывод, что норма оператора Афи совпадает с максимумом функций на отрезке АВ. Ответы в пунктах А и В одинаковые, но техника получения разная. Так, давайте еще один пример рассмотрим. Опять-таки мы рассмотрим один оператор, но опять-таки в двух разных пространствах. Тоже широко изучается, появляется этот оператор не только в примерах. Оператор интегрирования давайте рассмотрим. Оператор А примерно к f от функции x равняется интеграл, давайте от 0 до x возьмем, f от t до t. Для разнообразия возьмем хороший отрезок. И хотим посмотреть на этот оператор в пространстве c01 и в пространстве c01. Задача наша посмотреть, чему может равняться норма этого оператора. Вот здесь уже и ответы будут разные. Более того, в пункте b мы сейчас пока не готовы получать ответ. Увидим, какие там проблемы возникают. Так, в пункте А. Норма АФ. Это есть максимум по иксам, лежащих на отрезке 0,1. Вот модуля интеграла 0 от x, f от t до t. Это не превосходит, естественно. Модуль заносим внутрь. Ну а дальше стандартная ситуация. На самом деле, широко применяемое неравенство, значение в одной точке по модулю никогда не превосходит норму функции в c01 данной ситуации, потому что это максимум всех значений, а это значение в какой-то точке t. Соответственно, это не превосходит нормы f умножить на максимум по всем иксам интеграла от 0 до x dt. Ну а максимальное значение этого интеграла это единичка, когда x равен одному. У нас x бегает по отрезку 0,1. Поэтому это равняется норму. Значит, мы получили, что норма оператора А не превосходит единички. Норма оператора не превосходит единички. Опять мы провернули вот эту вот процедуру. Опять мы провернули вот эту процедуру. Ну а теперь опять осталось понять, каким методом действовать. Ну давайте попробуем взять функцию f тождественно равной единичке. Норма этой функции, конечно же, равна одному в c01, а f это есть максимум по иксам просто интеграл от 0 до x dt. А это максимум по иксам функции x, когда x бегает по отрезку 0,1. Тут даже модуль можно написать, все не отрицательно, а это равно одному. Значит, вот мы опять-таки явно предъявляем элемент, явно предъявляем элемент, на котором достигается оценка, полученная на предыдущем шаге. Значит, мы тут же делаем вывод, что норма оператора равна 1. А вот теперь давайте смотреть, что будет происходить в v2. Что будет происходить в v2. Норма поменялась. И опять я буду писать квадрат нормы, чтобы не таскать корни квадратные из интеграла. Это есть не что иное, как интеграл от 0 до x, f от t dt. Это действие оператора. Теперь это действие надо в квадрат взять и проинтегрировать по отрезку 0,1 и теперь проинтегрировать по иксам. Вот это вот действие оператора в квадрате, а внешний интеграл это уже норма. Это уже норма. А что мы сделаем? Мы модуль заносим внутрь, меньше либо равняется интеграла 0,1, интеграл 0,x в модуле f от t до t и весь этот интеграл в квадрате. И к внутреннему интегралу мы можем применить теорему неравенства Каши-Буняковского, опять формально поставив тут единичку. Так, внешний интеграл пока остается. Я повторяю, мы применяем неравенство Каши-Буняковского к внутреннему интегралу. В неравенстве Каши-Буняковского получается интеграл, произведение интегралов каждой из функций в квадрате и корень. Но весь интеграл стоял в квадрате, поэтому у нас будет интеграл от 0 до x 1 dt умножить на интеграл от 0 до x модуль f от t в квадрате dt. Ну и вот наружный интеграл dx остался. Вот. Дальше что можно сделать? Первый интеграл просто явно вычисляется, второй интеграл можно увеличить до единички интегрированием. Неравенство только может усилиться. Остается интеграл от 0 до единички. Интеграл от этого это x, это x, а это мы оценим, если интеграл здесь x затащить до единички, это будет просто норма f в квадрате и это будет константа, которую можно вынести за знак интеграла. А эта функция у нас интегрируется, это будет x в квадрате пополам в пределах от 1 до 0, это будет 1,2 норма f в квадрате. Ну и теперь, если мы уберем квадраты, уберем нормы функции, то отсюда можно сделать вывод, что норма оператора, именно в l2 на отрезке 0,1, она меньше либо равняется 1 делить на корень 1. Вот. Такая хорошая оценка на самом деле. Но это оценка неточная, норма меньше. На самом деле, я же говорил, часть задач все-таки не позволяет получать при таких оценках, вот здесь иногда возникает неправильная константа. Ну как неправильная? Она правильно оценивает норму, но она не является нормой. Вот здесь 1 делить на корень из 2 норма не является, норма меньше. Потом из других соображений мы получим точное значение нормы. Вот. Я напоминаю, что l2 Гильбертово пространство, там дополнительные геометрические структуры есть и в Клидово пространство, но вот если правильный ответ вспомнить, то он равняется 2 делить на π. Вот. И 2 делить на π, оно меньше, чем 1 делить на корень из 2. Вот как ни странно, возникает число π в норме этого оператора, хотя глядя на оператор, совершенно непонятно, откуда здесь вообще вылезает π. Вот. На самом деле, эти операторы, которые я написал, это частный случай более широкого класса операторов. Ну, я их лучше дам как бы для самостоятельного изучения. Давайте немножко еще поговорим про терминологию, которую можно к операторам применять, и перейдем уже к функционалам. Так, ну, давайте все-таки еще определимся, что у нас есть неограниченные операторы. Есть неограниченные операторы. Вот, давайте такой пример рассмотрим. Пример неограниченного оператора. Я возьму оператор дифференцирования. Аf равняется f' и буду рассматривать его в c01. Конечно же, этот оператор нельзя рассматривать во всем c01, но там есть всюду плотное множество. Я замечу, что уж на функциях класса c1, который лежит в c01 и плотен там, этот оператор можно рассматривать. Такая ситуация часто возникает. Возникает область определения оператора. Вот область определения оператора, d от a обычно обозначается, это будут все дифференцируемые функции. Но сам оператор я хочу рассмотреть как оператор из c01, давайте это подчеркну сейчас, в c01. Вот, вот этот оператор будет неограниченным. Почему? Давайте рассмотрим последовательность функции f' равной опять-таки t в степени. Легко понять, что норма этих функций f' равна 1. Максимум модуля степенной функции на отрезке 0,1 достигается в единичке и равен 1. А если я посмотрю на a f' то это будет n на t в степени n минус 1. Опять та же степенная функция, норма, которая равна 1, у меня появился множитель n. Значит, a f' по норме равняется n, и это стремится к бесконечности. Хотя вот эти все функции лежат на единичном шаре. Значит, если посмотреть на это определение, которое у нас еще висит, если я буду брать supremum по единичному шару, то он у меня равен бесконечности. То есть этот оператор неограничен. Но если вы его рассматриваете из c1 в c, то он будет ограничен. Так, ну вот, а теперь некоторые вспомогательные понятия. На самом деле мы их уже с вами писали, когда начали смотреть, какие у нас бывают отображения в метрических пространствах. Теперь можно проговорить то же самое про операторы. Определение. Значит, есть у вас оператор a линейный между двумя нормированными пространствами, xy нормированными. Я буду говорить, что оператор a непрерывен в точке x0. Если для любой последовательности xn такое, что xn сходится к x в пространстве по норме пространства x, следует, что axn сходится к x в норме пространства y. Ну, то есть axn сходится к... Только x0 у нас была, да? Значит, я должен сюда подправить точку x0. минус, минус, минус ax0 по норме стоимится к 0. Ну, это определение непрерывенности по гену. Можно все это переписать, понятно, на язык эпсур дельта, но это совершенно сейчас необязательно. И оператор просто непрерывен без уточнения точек. Это означает, что a непрерывен в каждой точке x, лежащей в x. То есть непрерывно в каждой точке. Оказывается, для линейных операторов следующее утверждение равносильно. Следующее утверждение равносильно. Давайте покажем такое простое утверждение, которое мы часто будем пользоваться. Что утверждение? Итак, x, y нормированы. a у вас линейный оператор. Следующее утверждение равносильно. Первое. a ограничен. Второе. a непрерывен. a непрерывен. Совершенно несложное утверждение. Во-первых, легко понять, что s3 следует 2. Давайте сразу заметим. s3 следует 2. И раз он непрерывен, то он непрерывен в каждой точке просто согласно определению. Давайте покажем, что и 2 равносильно 3 сразу же. Значит, пока вопрос. Почему s2 следует 3? Потому что оператор у вас линейный, пространство линейное, и вы спокойно можете делать всякие сдвиги. Итак, пусть a непрерывен в точке x0, а последовательность xn сходится к какой-то точке x. А последовательность xn сходится к точке x. Пользуясь линейностью пространства, мы тут же получаем, что у вас разность xn-x стремится к нулю просто по определению. А тогда xn-x плюс x0 будет сходиться к точке x0. Это так называемый метод сдвига. А теперь оператор ваш линейный, мы применяем оператор a. И он непрерывен в точке x0. Значит, тогда мы получаем, что a xn-x плюс x0, все это действие стремится к a от x0. А дальше пользуется тем, что оператор линейный, поэтому здесь можно переписать как действенное линейное количество. То есть слева у вас стоит вот такой набор a xn-ax плюс a x0 сходится к a от x0. Потом, когда мы будем брать норму, понятно, что у вас вот эти объекты сократятся, а это вы можете перенести в другую сторону, и получается, что a xn-x сходится к x. Итак, мы получили непрерывность в любой точке. Из непрерывности в одной точке следует непрерывность во всех точках. Просто методом сдвига мы это с вами получили. Ну а теперь осталось показать, что пункт 1 равносилен какому-то из 2 и 3, потому что 2 и 3 уже равносилен. Давайте начнем с ограниченности. Давайте начнем с ограниченности. Из 1 давайте попадем в 3. Для любой последовательности. Значит пусть xn-t сходится к x. Смотрим, что такое a xn-ax. По норме. Мы хотим показать, что это стремится к нулю. Это по линейности оператора я подробнее напишу, хотя это очевидные выкладки. Это норма действия оператора a на разность. Помните, мультипликативное неравенство для нормы. Вот оно у нас, наше замечание. Для любого x у вас всегда вот такая оценка. Раз оператор ограниченный, то это оценка информативная. Вот это вот множитель, он конечный. Умножить на xn-x. Дальше у вас xn-t стремится к x, значит вот это у вас стремится к нулю. А это конечная величина. Ну мы показали тогда, что вот это вот стремится к нулю, при н стремящемся к бесконечности. Все вместе. Значит из ограниченности оператора вы тут же получаете непрерывность. Ну и теперь давайте покажем, что если оператор непрерывен, неважно в какой-то точке, потому что мы знаем, что 2 и 3 равносильно, покажем, что он ограничен. Значит 2 или 3 следует 1. Вот пусть он непрерывен в какой-то точке, в какой-то точке, но не является ограниченным от противного. Пусть а не ограничен. Что это означает? Это означает, что у вас для любого n существует xn, это такое, что норма xn равна 1. Я просто пользуюсь вот этим определением. Я работаю по сфере. Значит, если у вас норма не конечна, по сфере найдется набор элементов, лежащих на этой сфере, а норма, образа, больше либо равна n. Ну и давайте рассмотрим последовательность элементов yn, это xn делить на n. Очевидно, что yn стремятся к нулю, потому что yn по норме это 1n. А если я применю оператор a, то я получаю, что это больше либо равно единичке, мне просто вот это не разница надо поделить на n. А это противоречит непрерывности в нуле. Противоречие непрерывности в нуле. Противоречие непрерывности в нуле. Ну и таким образом мы получили противоречие. Ну вот так конкретно, пункт 2 для точки x0, равный 0. Но, напоминаю, неважно здесь что писать, какой из пунктов выбирать, они равносильны. Соответственно, мы теперь можем говорить все время, что для линейных операторов слова ограниченный оператор или непрерывный оператор, это синонимы. Это синонимы. Так, ну и теперь давайте перейдем к другому классу. У нас тема, я напоминаю, была линейный оператор и функционалы. Что ж такое функционал? Давайте рассмотрим наше нормированное пространство над полем k. Ну, либо комплексные числа, либо вещественные. Я напоминаю, что эти числовые поля, они тоже линейные пространства. r и c это тоже линейные пространства. Значит, вы имеете право рассматривать операторы. Операторы у нас действовали из x в y. Давайте рассмотрим частный случай операторов, ограниченных, действующих из x в то поле, над которым ваш x и живет. То есть это ограниченный оператор, отображающий элементы нормированного пространства в числа. То есть, оно же, какие-то линейные отображения такие можно рассматривать. Оказалось, что это настолько важный класс операторов, что, во-первых, получил отдельное обозначение, x со звездочкой. Это называется сопряженное пространство. сопряженное пространство. А его элементы — это функционалы. Его элементы — это функционалы. Ну или точнее, линейные функционалы. Потому что я напоминаю, это линейные пространства, только ограниченных операторов. И у них особенность, что они отображают в числах. Значит, функционалы я, как правило, буду писать, обозначать маленькими латинскими буквами, чтобы их отличать от операторов все-таки. Хотя я подчеркиваю еще раз, что функционалы — это частный случай операторов. Просто операторы, которые отображают в числовые линейные пространства. Либо в R, либо в C. Но за счет того, что норма в пространстве Y сейчас очень простая, норма в пространстве Y — простая модуль. То есть у нас вот Y — это либо R, либо C. Норма там очень простая. Норма — это просто модуль числа. Модуль числа. Поэтому давайте я просто перепишу все-таки. F — это функционал. F — это функционал. Значение... Вот тут как раз обычно все-таки пишут скобки, как функция. Он ближе к функции, потому что он принимает числовые значения. То есть у нас F отображает X в K. Соответственно, норма функционала — это либо супремум модуля F от X делить на норму X при X, не равном нулю. Все то, что здесь написано, остается верным. Но только повторяю, вот теперь в числителе вы спокойно вместо A, норма в пространстве Y, пишите модуль, потому что это норма в пространстве Y. Либо это супремум, опять-таки, значение функционала F от X по всем X, норма которых равна единичке, можете брать супремум по сфере. Либо можете брать такое же супремум значение функционала по единичному шару. Ничего особо не меняется, то есть можно доказывать подтверждение, что они равны. И точно так же у вас справедливо мультипликативное неравенство. То есть вы можете сказать, что модуль значения функционала на элементе меньше или равняется норма функционала на норму X. За счет того, что в пространстве Y норма такая совсем простая модуль, то для функционалов многие свойства можно уточнять. Функционала легче описывать на самом деле, мы просто приведем некоторый класс теорем. Ну, другими словами, просто с функционалами проще работать, чем с произвольными операторами, даже ограниченными. Давайте сначала опять-таки примеры рассмотрим классические. Ну, вот самый такой типичный пример пространства непрерывных функций. Давайте я фиксирую точку Т0, лежащую на отрезке АВ, и я строю вот такой функционал. Ну, вот единственное такое замечание, когда я буду в пространстве функций работать, то все-таки я уж привык к функции отображать F, обозначать F, там G маленький. А функционал у меня тогда будет F. Вот здесь F – это непрерывная функция на отрезке АВ. А вот тут я могу поставить индекс Т0. Это функционал, который каждой функцией непрерывной на отрезке сопоставляет значение в точке. Точка Т0 зафиксировали, ну и понятно, что это линейный функционал, задачка найти его норму. Ну, это простое упражнение, потому что я уже делал такое замечание. Значит, опять, если я буду пользоваться вот такой технологией, то мне надо оценивать модуль. Значит, F Т0 на F – это модуль значения. Ну, и очевидно, значение в одной точке не превосходит максимума, не превосходит норму функционала. Значит, на основании этой цепочки неравенств я делаю вывод, что функционал F большой Т0 по норме не превосходит единички. А с другой стороны, если я возьму F тождественную единичку, то понятно, что и значение в точке Т0 я получу равным одному. Вот на такой функции F Т0 на F равно одному. Ну, а норма самой функции тоже равна одному, естественно. Ну, и тогда, объединяя все это вместе, можно сделать вывод, что я устанавливаю ковы равна одиночке. Так, давайте в такой пример рассмотрим C минус 1,1 и рассмотрим функционал F. А вот здесь я поставлю разность интегралов, чтобы в один они не склеивались. Ну, понятно, что каждый интеграл – это констант, значит, для каждой функции я получаю некоторое число. Вот. Задача та же самая – найти норму функционала. И опять начнем оценивать. Я сразу заношу модули внутрь, ну и разность превращаю в сумму. Ну, а дальше пользуемся тем, что значение в точке не превосходит нормы F в C минус 1,1. Это тоже не превосходит нормы F. Значит, это меньше либо равняется, норма F плюс нормы F умножить на длину отрезка, тут единичка, тут единичка. В итоге это две нормы F. Значит, у меня получается вывод, что норма функционала F большая, не превосходит двоечки. Не превосходит двоечки. Ну, а теперь осталось показать, что действительно равен 2. Давайте проанализируем, как мы переходили. Во-первых, вот здесь мы функции заменяли на модули. Ну, и вот здесь мы перевернули знак. Значит, если я тогда посмотрю, ну и функцию единичка оценивали, да, потом мы как бы, если смотреть опять на это определение, мы функцию брали по норме равной единичке. Значит, я должен взять какую функцию? На отрезке минус 1,0, если я ее возьму единичный, а на отрезке 0,1 я возьму минус единички. Она как раз ровно переворачивает на такой функции, на такой функции, вот эта разность двух интегралов в точности равна 2. Ну, какая здесь проблема? Та функция, которую я предъявил, вот эта функция, она не является непрерывной. Она не является непрерывной. Более того, из того сейчас рассуждения, которое я проведу, можно показать, что ни на одной непрерывной функции мы значение двойки не получим. Правильно? Чтобы в точности было двум, ваша функция обязательно должна равняться единичке на левой половине отрезка и минус единичке на правой половине отрезка. Ну и понятно, в нуле такую непрерывную функцию мы не сочиним. Но что мы можем сделать? Возьмем, отойдем на одну енту и влево и вправо от нуля. Соответственно, здесь я функцию стираю, вот, а тут я просто ее соединяю по непрерывности. Линейно. Вот такая функция у меня становится непрерывной. Тут вот горизонтальный кусочек. И я просто скажу, что это fn, я не буду точно задавать формулой. Я думаю, картинки достаточно. Но при этом легко понять, что f большое fn, оно просто легко вычисляется. Оно от двойки отличается просто-напросто на площадь вот этих двух треугольников. Это равняется 2 минус. Вот этого у нас треугольника не хватает. Площадь этого треугольника одна ента на единичку и пополам. И еще такой же здесь. Поэтому вот ровно настолько оно и отличается. Два раза одна ента на одну вторую. Ну и понятно, что это стремится к двум, причем снизу, как здесь и должно быть, потому что это лучшая оценка, поэтому сверху мы заведомо никогда не стремимся. Ну а норма этих функций заведомо равна одному. Максимум модуля здесь один, здесь минус один. Ну отсюда тогда делаем вывод, что норма этого функционала равна двум. Равна двум. И ни на одной непрерывной функции он не достигается. То есть здесь норма функционала реализуется именно как супремум всех действий. Супремум всех действий. Так, и давайте еще примеры посмотрим в пространстве последовательностей. Но прежде чем в пространство последовательностей перейдем, давайте вот здесь тоже еще важный пример рассмотрим. Третий пример. Давайте для общности картины я возьму отрезок АБ произвольный. Функция G непрерывно и фиксирована. Я рассмотрю функционал F. Я индекс G ему поставлю, чтобы показать, что этот функционал F большой задается с помощью вот этой фиксированной непрерывной функции G. Я ставлю здесь F маленько и беру интеграл F от T, G от T, DT. Задача та же самая. Найти норму функционала. Найти норму функционала. Целый класс функционалов. Здесь были какие-то конкретные. В первом и втором пункте мы с вами смотрели. А здесь уже достаточно широкий класс функционалов. Сфиксирована непрерывная функция G, но вы можете эти функции G менять. Давайте посмотрим. Опять-таки действуем по этой схеме. Я оцениваю модуль значения функции F. Это не превосходит интегралов. Интеграла от модулей. И опять-таки мне надо как-то вытащить норму функции F. Ну, понятно, это только максимум делают для данной ситуации. Я максимум модуля F от T вытащу, а у меня останется интеграл AB, G от T, DT. То есть я получил оценку норму F умножить на интеграл AB, G от T до T. Отсюда я могу сделать вывод, что норма этого функционала FG заведомо уже не превосходит вот этого интеграла. Можно это было обозначить как норму функции G в L1. Норму функции G в L1. И она у нас просто не прорвела. Осталось показать, почему это так. Вернее так, что именно? Достигается ли здесь равенство? Достигается ли здесь равенство? Но на самом деле, если функция, вот как здесь на самом деле, легко понять, что я взял функцию G, там-то была непрерывной, здесь просто функция G разрывная. Она равна единичке на отрезке минус 1,0 и минус единичке на отрезке 0,1. Но ситуация в том, что у вас просто есть точки, в которых функция G меняет знак. Если функция G меняет знак, то предъявить непрерывную функцию, на которой бы достигалось равенство, у вас не получится. Ровно за сочетую смену знаков. У вас функция Fn, формально она приближает сигнум. Но функция G может много где менять знак. Вот чтобы с этим не возиться, давайте подумаем, что у нас может происходить. Если функция много где меняет знак, то, особенно если эти точки накапливаются друг к другу, то там функция G, она в общем-то не должна быть очень большой. Давайте тогда попробуем предъявить такую функцию Fy от T. Я беру какой-нибудь Epsilon больше 0. И давайте писать так. Там, где функция G маленькая, если модуль G меньше, чем Epsilon. Модуль G меньше, чем Epsilon. Давайте Fy положим просто-напросто G от T. Сейчас подправим. А если G от T больше, либо равно Epsilon, больше, либо равно Epsilon, то там я возьму F, равное G, просто деленное на Epsilon. G большая, G большая, Epsilon у меня положительный. Так, и, наверное, мы еще умножим на сигнум. Мы от нуля отделены, и как бы вот на этом множестве на сигнум функции G. Так, а теперь давайте надо склеить нам на самом деле. Здесь у нас, если функция G по модулю меньше, чем Epsilon, то я возьму просто эту функцию. Ну, просто давайте так вот посмотрим на картинку. Вот у нас. Это вот функция G. Вот тут она у нас маленькая, да? Вот тут она у нас меньше, чем Epsilon. Вот это у нас Epsilon, а это минус Epsilon. Вот тут я функцию G заменил на сигналы ее, да? Ну, с учетом нормировки, она больше либо равна Epsilon, чтобы по модулю это не превосходило единичку, да? Не превосходило единички. G больше либо равно... А давайте пока уберем этот Epsilon и поставим G умножить на... G, сигнум G. Вот тут мы поставим... Там, где G больше либо равно Epsilon, теперь видно по картинке, я просто заменяю на знаки. Плюс или минус. Значит, здесь я просто ставлю сигнум этой функции G. Вот так теперь будет правильнее, там, где она у нас больше Epsilon. Значит, функция равна плюс-минус единичке. А вот тут у нас не очень хорошо. Тут, во-первых, у нас склейки может не быть. Но вот тут мы поделим на Epsilon. И тогда G, деленное на Epsilon, тоже будет меньше единички. Значит, вот это вот по модулю равно единичке, не превосходит, если функция G равна нулю. И это не превосходит единичке. Теперь давайте посмотрим, будет ли у вас склейка на самом деле. Вот тут я заменил на сигнум G, это плюс-минус один, плюс один. Вот тут у нас функция положительная еще, да? И тут я просто заменяю на G, деленное на Epsilon. Значит, функция здесь у меня остается непрерывной на самом деле, да? Вот там, где она положительная, она осталась положительной. И здесь положительный знак. Там, где это отрицательно, она будет отрицательной, а здесь я заменил на сигнум, тоже отрицательная. Вот. И как раз у нас функция по модулю не превосходит единички. То есть эта вот функция стала непрерывной. Значит, что мы можем сказать про функцию F, F, Epsilon? Она у нас по модулю не превосходит единички, и она непрерывна. Ну, а теперь давайте посмотрим действие функционала f на эту функцию f. Это интеграл по отрезку AB f ε умножить на g от t до t. Разбиваем интеграл на два множества, на там, где g меньше ε, плюс интеграл там, где g больше люб равно ε. Давайте смотреть. Значит, здесь у нас что получается? g меньше чем ε, так, и будем модуль оценивать. Модуль, 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 пока модуль. g меньше чем ε, f ε на g dt, плюс интеграл f ε на g dt. По модуль g больше или равен ε. Так, дальше что мы с вами сделаем? Оценим это, вернее, пока не оценим, а просто явно вычислим, что у нас есть. Там, где функция g больше либо равна ε, там f ε равняется сигнуму, и g умножить на свой сигнум это модуль g. Значит, равняется. Вот этот интеграл у нас превращается в интеграл по модуль g больше либо равняется ε на модуль g dt. А вот здесь, давайте смотреть, тут g меньше либо равняется ε, так, g меньше либо равняется ε. А f это g деленное на ε. Давайте я, значит, поставлю, это g на g, это g в квадрате деленное на ε, и я ее вычту, минус интеграл, и там положительные, поставлю положительные величины. Значит, вот это по модулю у нас не превосходит единички, g не превосходит ε, а функция f это g деленное на ε. Эта функция по модулю не превосходит единички, а это не превосходит ε. Значит, это не превосходит ε на g dt по множеству, где g меньше ε. Отлично. А теперь тут осталось написать больше либо равно в обратную сторону. Вот здесь уже больше либо равно, потому что я вычел положительную величину. Я вычел положительную величину из интеграла. Вот этот интеграл я заведомо превратил в отрицательную величину и прибавил в отрицательную вещь. Значит, это не превосходит интеграла, опять-таки, модуль g больше либо равняется εg от t dt. И минус, самый максимальный здесь, это b минус а, длина отрезка умножить на ε. Ну, а теперь давайте устремлять ε к нулю. Это можно сделать для любого ε. При ε, стремящемся к нулю, вот эта величина стремится к интегралу модуль g от t dt по всему отрезку ab. В итоге мы получили, что на этой последовательности функции мы все ближе и ближе подходим к той величине, которая нас оценивала. Значит, на основании всего вышесказанного мы можем сказать, что норма f от g равняется интегралу от модуля g от t до t. То есть норма функции g в l1. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...